Это новости на канале РТВА и в информационной студии работает Сергей Кения. Здравствуйте! Итак, сейчас в мире. Все самолеты вернулись на базу, беспилотники функционируют в плановом режиме, так отчитались в Миновороны России. Ранее турецкий генштаб сообщил, ВВС сбили неопознанный беспилотный аппарат, нарушивший воздушное пространство страны со стороны Сирии. Российские военные, между тем, поделились планами Москвы в Арабской республике. Генштаб не исключает создание в регионе одной военной базы с морской, воздушной и сухопутной составляющими. Международные эксперты, между тем, предупреждают, Сирия станет для России большей катастрофой, чем Вьетнам для США. Моя коллега Нина Шамугия продолжит тему. В бой пойдут и корабли. В российском генштабе допустили участие сил ВМФ в Средиземном море в атаках на исламское государство. Достаточно лишь получить приказ. Резонность участия в боях в Сирии самолетов воздушно-космических сил российский генерал пояснил так. Мы видели, что все, что делает коалиция во главе с Соединенными Штатами, это бутафория, это имитация ударов. Коалиция во главе с США удары с воздуха наносит по объектам инфраструктуры ИГИЛ. Это мосты, путепроводы, электроподстанции, тепловые сети, водонапорные, водонасосные станции, что делает невыносимой жизнь людей. Это не столько затрудняет действия ИГИЛ, сколько существенно затрудняло действия правительственных войск президента Асада. Тем самым, заявляя одно, они по большому счету снижали боевой потенциал вооруженных сил Сирии, за счет чего те сдавали все больше и больше позиций. Поэтому такой результат. Действия российских войск в Арабской республике высоко оценил верховный главнокомандующий на полях саммита СНГ в Казахстане. Но Владимир Путин подчеркнул, что победа над терроризмом требует взаимодействия. Угроза распространения исламского радикализма стучится в ворота сопредельных республик. По разным оценкам, на стороне ИГИЛ уже воюют от 5 до 7 тысяч выходцев из России и других стран СНГ. И мы, конечно, не можем допустить, чтобы они применяли полученный позднее опыт, полученный сегодня опыт Сирии, позднее применяли бы у нас дома. Особенно важно внимательно следить за положением дел у внешних границ содружества. И здесь не могу не согласиться, опять же, с президентом Узбекистана, который с тревогой говорил о ситуации, складывающейся в Афганистане. Ситуация там действительно близка к критической. Террористы разных мастей набирают всё больше влияния и не скрывают планов по дальнейшей экспансии. Одна из их целей – прорваться в Центральный Азиатский регион. Мы неизменно выступаем за формирование максимально широкой коалиции по противодействию экстремистам и террористам. Международные аналитики отмечают, действия России в Сирии привлекли к себе пристальное внимание прессы. А речь Путина на Генассамблее ООН была воспринята как попытка объявить себя новым шерифом в городе и показать, что Москва имеет влияние на Ближнем Востоке. Но не всё так гладко. Большинство военных вторжений на начальном этапе выглядит решительным и перспективным. Политики говорят о лёгкой прогулке и обещают, что солдаты вернутся домой к Рождеству. Но нет никаких причин полагать, что российская операция в Сирии даст лучший результат, чем то, что сделали США и их союзники до сих пор. Попытка спасти Асада по результатам будет равноценна Вьетнаму и, как и США в своё время, Россия заявит, что победила в войне. Но Путину не удастся добиться того, что уже пытался сделать Обама – склеить разбитую страну при помощи бомбардировок. Джон Фефер отмечает, что Путин в Сирии точь-в-точь повторяет ошибки Америки во Вьетнаме и Ираке, вплоть до отдельных заявлений. Джордж Буш-младше тоже говорил, что лучше сражаться с террористами на их земле, чем ждать, пока они придут к нам. Но непреложной истиной остаётся следующее утверждение. Если вы разбомбите страну и превратите её в руины, вы только мотивируете тех, кто выживет, сражаться с вами до последнего вздоха, считает Фефер. Нин Шамуге, РТВАЙ. В Москве тем временем озвучили статистику ударов по позициям исламистов в Сирии. По данным Генштаба России, всего с начала военной операции самолёты Воздушно-космических сил совершили 669 вылетов, в результате которых было уничтожено более 450 объектов террористов. Кроме того, российские военные поразили объекты боевиков крылатыми ракетами, запущенными из акватории Каспия. Как утверждают в Генштабе, за две с половиной недели в Сирии были разбомблены пункты управления и узлов связи группировки «Исламское государство», заводы и мастерские по производству взрывчатки, склады с оружием и боеприпасами, а также множество укреплённых пунктов джихадистов и их полевых лагерей. Страны Запада, напомню, считают, что цель сирийской компании Москвы не столько борьба с терроризмом, сколько укрепление режима Башара Асада. Пятница гнева, объявленная палестинскими террористами, несмотря на усиленные меры безопасности, не обошлась без терактов в окрестностях Хеврона. На западном берегу реки Ордан вооружённый ножом араб напал на израильского военнослужащего. Находившиеся рядом сослуживцы открыли по экстремисту огонь, застрелив его. Как сообщается, палестинец был одет в жёлтый светоотражающий жилет и, предположительно, выдавал себя за телеоператора. Подвергшийся нападению израильтянин получил ранение средней степени тяжести. Нападение с применением холодного оружия в последние недели происходит в регионе чуть ли не ежедневно. Палестинцы окрестили новую волну террора интифадой ножей. Параллельно на западном берегу беспорядки. Арабская молодёжь забрасывает израильских военных камнями и фаерами. Сегодня районом столкновений стал Вифлеем, а минувшие ночью экстремисты подожгли одну из главных святынь иудаизма – гробницу про отца Иосифа в окрестностях Наблуса. Власти Испании грозятся лишить Каталонию автономии. Правда, только временно. На такой шаг Мадрид пойдёт в случае, если Барселона продолжит настаивать на своей независимости. Центральные власти могут приостановить и деятельность отдельных лиц своего поста. В частности, может лишиться премьер Каталонии Артур Мас. Политик-сепаратист проходит по делу о проведении в ноябре прошлого года нелегитимного опроса, более 80% участников которого высказались за суверенитет. Мадрид подчёркивает, эти действия противоречат Испанской Конституции, поэтому организаторы должны ответить по закону. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу о развитии событий в следующих выпусках у моих коллег. У меня на этом всё. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok